Всевышний Аллаху Субхану А.С. также в Сурат-Аль-Ба-Кара сказал «Вспомните обо мне, и я вспомню о вас». То есть награда такая, как ты ее делаешь. При этом мы должны все глубоко понимать, что Аллах Субхану А.С. не нуждается, чтобы мы его вспоминали. Аллах Субхану А.С. не нуждается в наших делах. Это мы нуждаемся, чтобы были ближе к Аллаху Субхану А.С. и творили благие дела. В Хадисе Кудсе Всевышний Аллах Субхану А.С. сказал «О, мои рабы, вы мне ничем не сможете навредить, и вы мне ничем не сможете помочь», говорит Всевышний Аллах Субхану А.С. Тем самым он хочет нам дать понять, что он не нуждается в наших делах. Если человек будет грешный, он сам себе только навредит. Если человек будет богобоязненным, то он себе только принесет пользу. «О, мои рабы, если первый из вас, Адам А.С., последний из вас до Судного дня, люди, джинны, все бы были одинаково богобоязненными, то тем самым они бы ничем мне не приумножили в моей власти, в моем богатстве». «О, мои рабы, если первый из вас, последний из вас, люди, джинны, были бы самыми одинаковыми в всех грехах, самые-самые грешными, то тем самым это бы чуть бы не убавило из моего богатства. «О, мои рабы, поистине это дела, которые я собираю для вас, потом покажу вам, и тот, кто увидит в Судный день благие свои дела, то пусть благодарит Аллаха, а тот, кто увидит свои дела плохими, пусть никого не винит, кроме как самого себя». Аллах, Субхану Тааля, здесь нам дает понять, что он не нуждается, чтобы мы помнили о нем. Но однако Аллах нам говорит в «Адхуруни», «Помните об Ане, Адхурукум», и я вас помню. Вспомните об Аллахе, мой брат, когда мы просыпаемся. Вспомни об Аллахе, Субхану Тааля, когда ты садишься за стол, чтобы взять кусочек из того, что Аллах тебе дал. Вспомни об Аллахе, когда у тебя есть жажда, и ты хочешь выпить, сделать глоток из воды Всевышнего Аллаха, Субхану Тааля. Вспомни об Аллахе, Субхану Тааля, когда в тебя сердце вселяется гнев, и ты хочешь с кем-то поругаться, кого-то оскорбить, кого-то обидеть. Вспомни об Аллахе, Субхану Тааля, когда ты находишься среди своих детей, когда ты находишься со своей супругой. Вспомни об Аллахе, когда ты находишься рядом со своими родителями. Вспомни об Аллахе, когда твоя душа призывает тебя согрешить. И между тобой и грехом остался один шаг. Вспомни об Аллахе, и тогда Аллах вспомнит о тебе. Знаете Аллаха, когда вам хорошо, Аллах вас познает, вспомнит о вас, когда вам будет тяжело. Вспомни об Аллахе, мой брат, и это примерно у каждого с нами бывает, когда ночью мы переворачиваемся с правого бока на левый бок, не можем заснуть. В этот момент вспомни о Всевышнем Аллахе. В эту секунду люди делятся на разные категории. Есть человек, который не может заснуть, просыпается, берет пульт, включает телевизор, переключает каналы, смотрит сериалы. Другой же берет телефон, смотрит из МСК, звонит к своему другу. Другой же открывает запретные вещи, смотрит на харам. Но там есть другие люди, которые просыпаются, встают, идут брать омовение, и Аллах, субхану ва таля, стирает их грехи через это омовение, то, что было на Аджаварих. После этого они прибегают к Аллаху, субхану ва таля, стоят перед ним, Аллах, субхану ва таля, просил их прегрешения, делают такбират или храм, читают Кур'ан, вспоминая аят Аллаха. Их бока поднимаются с постели, в страхе перед Аллахом, субхану ва таля, с надеждой, что Аллах, субхану ва таля, их простит и не знает ни одна душа, что уготовлено им в райской обители, эта награда за то, что они делали. После этого, когда он идет, делает сажда, когда он делает сажда, он понимает, что дороже этого земного поклона ничего нет в жизни. Дороже этого земного поклона ничего нет в жизни. Он чувствует вкус этого земного поклона Всевышнему Аллаху, субхану ва таля. И это великое доказательство, что Аллах, субхану ва таля, его любит. Так как Аллах их полюбил, Аллах полюбил для них то, чтобы они встали перед Ним. Если бы Аллах, субхану ва таля, их не полюбил, бы лама вафаقахум ликьями бейна ядей и ля. Если бы Аллах, субхану ва таля, их не полюбил, Он бы не позволил им стать перед Всевышним Аллахом, субхану ва таля. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, обратился в Муаз и бинем Джаббле и сказал, Я, Муаз, я хочу тебе указать на врата всего благого. Твой пост это щит от огня. Твой садака, который ты делаешь, оно тушит гнев Аллаха. Тушит гнев Аллаха. Тушит гнев Аллаха, подобно тому, как тушит огонь-огонь. И потом он сказал, И после этого он сказал, и тот мужчина, который встает в середине ночи, и прочитал эти аяты, один раз наша мама Аиша, потеряла, потеряла посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, он был находился в мечете. Вот это тот, кому Аллах, субхану ва таля, простил, к твоему удовольствию от твоего гнева, прибегаю от тебя к тебе. И я, После этого пророк Мухаммад сказал, я не могу обхватить все восхваление тебе. Поистине тебе принадлежит восхваление так, как ты сам о себе сказал. Здесь пророк Мухаммад проявил свой адап с Аллахом. Почему? Потому что сколько бы мы не восхваляли Аллаха, мы не сможем его отблагодарить за все милости, которые он нам дал. Аллах говорит пророку Мухаммаду, «Полагайся на Всевышнего Аллаха, Почтенного, он тот, который видит тебя и видит, когда ты ему поклоняешься, делаешь земные поклоны». И вот в это время, если тот, кто хочет увидеть свое положение, Если кто хочет увидеть, где его положение перед Аллахом, пусть посмотрит на свое положение в поклонении перед Аллахом, потому что в нашей жизни это есть дела. Аллах говорит в Куране, В судный день, когда оголеет голень, Священный Аллах будет призывать, чтобы делали земные поклоны, и они не смогут. Те люди, которые не сделали здесь земные поклоны, которые не читали намаз. Однако Аллах их призывал к поклонам земным, когда они были здоровыми в этой жизни. Сейчас Аллах нас призывает, чтобы мы делали И мы здоровые, мы можем это сделать, если хочешь, мой брат, я говорю самому себе, в первую очередь, сделать поклон перед Аллахом, в судный день, то сделай в этой жизни поклон Аллаху, приближением Аллаху. Мы любим Аллаха, мы говорим, любим Аллаха, но Аллаха невозможно увидеть, но однако мы сможем стоять перед Ним и обращаться к Аллаху, если в этой жизни тяжело, кто-то устает стоять перед Аллахом, когда читается Куран, пусть в этот момент он вспомнит тот день, когда будет стоять перед Аллахом, он будет намного длиннее, и если в этой жизни устали наши ноги, то так Аллах сделает, что в судный день Аллах облегчит нам киян, наше стояние перед Всевышним Аллахом, субханом ва-та'але. Аллах в Коране говорит, поминай Аллаху утром и ночью. И потом Всевышний Аллах, субханом ва-та'але, говорит, категории людей, неверующих, они надеются только на эту жизнь, хотят торопиться, и только все хотят из Дуни, забывают о тяжести дня судного дня. Дай Аллах, субханом ва-та'але, чтобы Он нас делал из обытателей рая, из тех, которые в этой жизни поклоняются, из тех, когда просыпается его сердце, жаждуют за встречи Всевышним Аллахом, субханом ва-та'але, в этой жизни. Ша-Ки, кто такой Ша-Ки? Кто такой несчастный человек? Это тот, который недовольствуется встретиться с Аллахом, субханом ва-та'але. А именно счастливый человек, это тот, который хочет, старается встретиться с Аллахом, субханом ва-та'але, в этой жизни, уже в намазах, в своих поклонениях. Поэтому пророк Мухаммад, салаллаху алейхиму ассаляму, сказал, Тот, кто любит встречаться с Аллахом, Аллах и полюбит встречи с ним. Аقول у ва-та'але, Ассаляму ассаляму ассаляму. Ассаляму ассаляму ассаляму, Всевышний Аллах сказал, помните обо мне, и я вспомню о вас. В этой жизни Аллах нас помнит, и вечный Аллах нам вспомнит. Когда мы читаем аяты Аллаха в судный день, что люди, большинство почему зайдут в ад, Аллах ответит, вы забыли о встрече со мной в этой жизни, в судный день. В жизни вы забыли обо мне, и я вас забыл. Поэтому мы должны вспомнить, что Аллах еще вспомнил о нас и помнит в этой жизни. Как имеется в виду, Аллах вспомнил о нас? Когда мы родились, Аллах дал нам возможность родиться, Аллах дал нам возможность жить в этой жизни. Аллах говорит про Яхья, алейхис-салям. Мир ему, когда он родился, мир ему, когда он умрет, мир ему, когда он воскреснет живым. Такие же похожие слова в этой же ссоре есть про Иса, алейхис-салям. Мир мне, тогда, когда я родился, когда я умру, и когда я воскресну перед Аллахом. Здесь задается вопрос, что лучше? Слова Яхья, алейхис-салям, где Аллах про него говорит, мир ему, или Иса, алейхис-салям, мир мне. Это то, что застало ученых врасплох. Некоторые ученые сказали, тут именно слова Аллаха про Яхья лучше. Некоторые же, большинство ученых сказали, нет, потому что Аллах ему позволил сказать это. И здесь Аллах, субхану и та'аля, три положения слабости человека. Первая слабость, это когда он родился. Все мы были слабыми, не могли сами кушать, нас кормили. И это что-то для нас новое. Мы вышли из утробием наших матерей в новую жизнь, мы с чем-то с новым познакомимся. Второе, тяжело, человеку бывает слабость, когда приходит к нему смерть. Никто не сможет его защитить от смерти. И для него что-то новое, он переходит из этой жизни в барзах. И третье, когда он воскрешает перед Аллахом, субхану и та'аля, в судный день и видит что-то новое. Поэтому Аллах, субхану и та'аля, так как нам дал, вспомнил о нас, когда мы родились, просим Аллаха, чтобы вспомнил о нас, когда мы умрем, и вспомнил о нас, когда мы воскреснем перед Аллахом, субхану и та'аля. и в конце хотел сказать счастлив тот человек именно искренне счастье у кого-то бывает там новую машину купил ему радость приходит в сердце, дом и так далее но именно искренне счастье человек получает тогда если он осветил свою могилу перед тем как он лег в нее второй тот кто сделал так что Аллах доволен им перед тем как он встретился с Аллахом и третий это тот кто читал намаз перед тем как мусульмане читали намаз на него джаназа и и и и Продолжение следует...